Это программа Мой район. У нас в студии певец Владимир Лёвкин, музыкант Юрий Пашалы и певица Анси. Добрый день. Добрый день. Владимир, вы, говорят, выступали таки в метро. Ой, да ты же... Жень, я же москвич. У меня с метро вообще связано... Ты хочешь сказать, что все москвичи выступили в метро? Да, нет, у меня с метро вообще всё связано. И первая любовь там, понимаешь, и школьные годы, и всё остальное. Мы однажды совсем ещё были юными, поехали на Арбат деньги зарабатывать, на гитарах играть. Решили в метро попробовать. Три рубля заработали, помнишь? За три рубля это можно было всю Москву туда проехать, обратно проехать, и ещё раз туда проехать. И ещё в Шереметьево съездить кофе попить. Это серьёзно. Помнишь, да? Да. Но это было первое выступление в метро, и оно сразу за деньги? Или до этого доводили? Нет, нет. Ну мы как-то решили попробовать. В классе седьмом я, наверное, был. По большому счёту, ты знаешь, вот когда ребята придумали, ну я имею в виду ребят, вот эту вот историю, музыка в метро, да, я был первым, по-моему, застрельщиком. Я вообще один из первых выступал в метро. Мы с Маруськой из группы «Пионеры», мы там на библиотеке Ленина устроили такой концерт. Ну очень здорово, по-моему, очень хорошо. И вообще сама идея вот этой музыки в метро, я же сижу в жюри, постоянно отбираю людей. Ты не представляешь, какие вообще приходят просто талантищи, понимаешь? Вот реально талантищи. Ну раз смотришь, господи, думаешь, ну почему бы их на эстраду-то к нам? А ребята просто зарабатывают вот таким образом деньги. Когда вот заходишь, да, там, на Чеховскую, там, или на библиотеку Ленина, и слышишь музыку, думаешь, господи, как здорово, как хорошо. У нас есть выступление группы «Нана» в метро. Давайте посмотрим. Особенно вот этот вот в кепке. ПЕСНЯ Что это за история? Почему вы все там как беспризорники, какие-то чуматые? Это Беляева метро. Я не помню, для чего вообще это снималось. Была идея такая, типа, мы ушли от Барри. А? Недалеко вы ушли. Да, недалеко ушли. Ансия, вы поделитесь своими впечатлениями о выступлении в метро? Да, у нас была премьера трека состоялась, и мы как раз ее премьерили. Вот когда вы говорите «у нас», вы поясните тем, кто не входит пока в число ваших фанатов. Да, я певица Анси, и у нас была интересная очень статегия. У нас это у вашего коллектива, да? У моего коллектива, да, у меня и у моих ребят. Такая пиар-компания к треку, которая была связана с метро как раз. И у меня с детства была мечта, я всегда смотрела на уличных музыкантов, думала, господи, какой восторг, потому что это гораздо тяжелее, когда ты выходишь на сцену, тебя как бы знают, тебя ждут, это одна история. А уличные музыканты у меня до сих пор вызывают дикий восторг, потому что мне кажется, что это должна быть очень огромная храбрость, чтобы выйти, когда тебя не знают, и начать петь. Во-первых, это нужно очень любить, то, что ты делаешь, и во-вторых, быть готовым к критике. И вот я, значит, в себе эту идею хранила, у меня была такая мечта. И выходит у нас трек, который называется Monomi, как раз релиз состоялся в конце мая. И я думаю, что, ну вот, наверное, сейчас будет классно. И моя команда любимая, она связалась как раз с организаторами, и мы запремьерили. У нас был такой мини-концерт, состоящий из пяти треков, и один из треков как раз был Monomi, релиз которого состоялся в конце мая. И мы закончили как раз эту пиар-компанию. Давайте посмотрим, как это было. Давайте. Класс. Ну, мне кажется, такой вопрос возникает, что вот после выступления, там, я не знаю, в Кремле, на таких площадках, как Лужники, каково в метро выступать? Когда выходишь на сцену, многие люди, когда видят артиста на сцене, они смотрят сразу с восторгом, что там человек на сцене стоит, как классно. А здесь совершенно по-другому. Мы не делали анонс выступления, мы просто как бы вышли. Поэтому люди, которые меня слушают, не знали, что будет это выступление. И я, естественно, переживала, как вообще люди отреагируют, кто знает музыку, кто не знает. Нервничала. Наверное, даже больше, чем на более больших площадках. А что за станция? Рижская. Это Рижская, да? Да. Юрий, а вы на каких станциях зажигаете? Ой, да я, в принципе, на всех, вот где есть сточка, что можно забронировать. А, надо бронировать, да? Да, 35 площадок надо бронировать через приложение. То есть это любой может, или любой артист, или любой человек? Нет, еще раз говорю. Вот как член жюри говорил, мы отбираем артистов. Мы отбираем людей. Ну, практически, ну, там, ты не представляешь, сколько приходят. Вон там показано, как я сижу в жюри. Дело в том, что в любом случае, все-таки, руководство метрополитена решило, что люди должны быть профессиональными. То есть есть кто просто начинающий, это одна ситуация, одна ступень, да? А есть те профессионалы, которые реально зажигают. Вот, Юра, попроси его взять, он аккордеон. Сейчас зажигать. Юрий, да, важно, раэль в кустах. Да? Не просто так, я думаю. Да, можно уже брать. Конечно. Прекрасно. Юра, давай. Прошу. Спасибо. Пошли в танцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Юра, браво! Спасибо. Ведь никто не поверит, что импровизация, что не репетировали. Вы как физическое лицо деньги зарабатываете? Вы же отчитываетесь. А у нас благодарность. Перед кем отчитываться? У нас абсолютно... Отчитываться не перед кем. Благодарность остается на усмотрение слушателей. Безвозмездное выступление. Так и написано, прям табличка есть возле площадки. Юрий, а вы сперва попали в проект и стали выступать в метро? Или уже выступали в метро, а потом... Для проекта я не выступал в метро, как и многие мои знакомые. Мы там просто играли и старались. А узнали, как о проекте, Юрий? Да, СМИ рекламировалось, в принципе. Надо отдать должное, что все-таки метрополитен, руководство метрополитена организовывает этих ребят. Сейчас это подхватили и в Питере, да? И в Казани, по-моему, есть тоже. То есть это вот подхватили. Это здорово, потому что заходишь в метро, 35 площадок, и, скажем, заказал себе вот эту площадку на это время. И сиди, играй. Здесь я должен уточнить, что, конечно, здесь спасибо не только метрополитену, но и департаментам московскому. Да, и департаментам всем московским. То, что они это организовывают. Непроста. Вот 35 площадок. Вы на всех уже отметились? Ну, в основном стараюсь играть на всех, да, чтобы не приедаться. Все-таки люди, как ни крути, все равно одни и те же ходят. Почему-то вот так получается. Каждый день вы на работе, скажем так? Ну, стараюсь, да. А почему бы нет? И сколько лет уже вы выступаете? Ну, вот сколько проектов существует. Я там, а еще до проекта, ну, как я и говорил, это можно сказать. Ну, уличным музыкантом я как бы давно. Лет, слушайте, 20. Однако. Владимир, отбираете вы там себя в жюри по какому принципу? То есть это только имеется в виду, ну, человек умеет петь или учитываются, допустим, там внешние данные какие-то? Ну, естественно, профессионализм. Ну, знаешь, не по кайфу, когда там люди не умеют играть, да? Есть, конечно, определенные условия, которые можно почитать на сайте, которые, так скажем, люди уже приходят подготовлено, они понимают, куда идут, но иногда приходят просто любители. А мне кажется, что все-таки вот в метро, вот как вы считаете, вы вот, поскольку без обид, ребят, ну, вот из всех троих самый эффектный артист все-таки посередине. Как вы считаете? А вот так вот? Так другое дело, мне кажется, теперь у меня конкуренция. Это все меняет, это все меняет, но вопрос все равно уже. Вопрос вам. Вы считаете, что для такого рода выступлений действительно, как вот Левкин говорит, главный профессионализм, или все-таки вот как бы фактура, подача, все-таки в метро там же народ идет, может быть, чтобы глаз зацепился, надо вот чем-то вот выделиться? Мне кажется, что харизма очень важна, потому что выделиться действительно важно, но хочется, чтобы артист, наверное, в ноты попадал все-таки, когда поет. Поэтому одно плюс другое, без профессионализма никуда, но очень хочется, чтобы энергетика человека чувствовалась, потому что очень близко же публика с артистом, и когда идет такая отдача, то это круто. Юлия, участие в этом проекте что вам дало? Ну, помимо... Ой, слушайте, я благодарен вот этому проекту, потому что вот когда до проекта я работал, я же говорю, я спустился в метро, мне надо было что сделать? Быстренько там заработать, пока полиция не прибежала, не прогнала. И что делалось-то? Игралось-то какая-то одна известная какая-то вещь, по-быстрому накосить бабла, грубо говоря, потому что это жизнь такая. И вот ты быстренько нарубил там, ой, не пришли, все, ты ушел. И это была деградация. А сейчас ты в проекте, ты уверенно встал, у меня сейчас репертуары. Вот я не вру, часов на 20, вот прям в легкую. Браво. Браво. Потому что я стою, я не оглядываюсь по сторонам, не смотрю там, кто откуда прибежит, чтобы не забрали, не штрафовали, потому что метро все-таки стратегический объект. Я стою, играю в свое удовольствие и развиваюсь. Ну и плюс я не говорю уже там от каких-то мероприятий, люди подходят, знакомства и все такое. Это тоже есть. Но я в первую очередь благодарен, что я имею возможность развиваться. Спасибо проекту, спасибо куратору Олесе нашей. Она прям болеет за проект, кстати. Благодаря ей подняться. Олесику показывает. Какой репертуар заходит лучше всего? Ну, ретро, всякие композиции. Вальс, танго, это само собой. Титаник, Палладио. Анси, а как вы считаете, зачем нужен этот проект? Музыка в метро. Музыка в целом объединяет. Мне кажется, даже не только музыка, а эмоции, которые она доставляет. А сейчас все наушники себе воткнули, и все уходят в себя. Когда музыка для всех, ну вот, например, как видео, которое мы посмотрели в самом начале, это по-другому. И когда эмоции, которые вызываются, они делятся, это совсем иное. Потому что сейчас все так замыкаются, а хочется, чтобы были вместе. И когда музыка играет в метро, это вообще очень классно, потому что, что такое музыка? Музыка — это чувство, музыка — это любовь. И в этот момент это все просыпается. Нужно, чтобы было этого больше. Это очень круто, на самом деле, этот проект. Давненько я не был в метро. Сейчас я так понимаю, что в метро просто пора спуститься и насладиться. Несколько раз мы уже упоминали Олесю Михайлову, руководителя проекта «Музыка в метро». Через несколько минут мы продолжим с ней разговор в этой студии. Музыка.